В апрельском номере журнала «Уральский следопыт» статья Сергея Зимина «Тетерев на Урале». На этот раз тайга встретила меня молчанием. Перед полевой командировкой наш специалист по птицам Василий Колбин напутствовал, чтобы обращал внимание на пернатых обитателей. Но позади уже три дня таёжной жизни о мной так и не были отмечены ни вездесущие клесты, верный признак неурожая еловой шишки, ни проворные синицы, даже шумные кедровки и те куда-то откочевали в поисках лучшей доли. Поэтому спугнутый мною красавец Тетерев касачь на склоне Хрекптачевал, шумом вылетевший из-под снега, заставил очнуться от задумчивости. И я, с восторгом глядя ему в свет, вспомнил свои молодые годы, когда ходил за ними на охоту из-под лунок. Что ж, в январе у нас на охраняемой территории не часто увидишь этого красивейшего родственника фазана. Тетерев – распространенная птица семейства фазановых, обитающая в лесной, лесостепной и частично степной зоне Евразии. На все протяжение ареала оседлая, либо кочующая, птица селится в лесных опушках вдоль кромки леса, в долинах крупных рек. В окраске ярко выражен половой деморфизм. Самец легко узнаваем по блестящей черному перению с фиолетовым или зеленым отливом на голове, шеи, зобу, пояснице, ярко-красными бровями и контрастно-белому подхвостью. На первостепенных и второстепенных маховых перьях выражено зеркало, которое занимает значительную часть крыла. Рулевые перья хвоста черные с фиолетовым отливом, крайне рулевые сильно загнуты в стороны, из-за чего хвост приобретает лерообразную форму. Самка пестрая, рожевато-коричневая, с оперечными серыми, темно-желтыми и черно-бурными полосками. Внешне она похожа на самку глухаря, однако меньше размера, 40-45 сантиметров и до килограмма весом, с зеркалами на крыльях и белым подхвостем. Тятерев обычен на всей территории заповедника до горных лугов включительно. Зимой он встречается в горном березовом криволесе или в речных поймах. Птица общественная, в сезон размножения и особенно в зимние холода держится стаями. С конца марта они начинают посещать така, в районе которых проводят апрель, май и часть июня, кроме с ягодами и зелеными частями растений, как только появляются проталены. Така в заповеднике Вишевской чаще всего расположена на открытых сфанговых болотах, а также в горных районах на субальпийских лугах. Самки издают быстрые кудавчащие крики «Ко-ко-ко», самцы звонко и продолжительно бормочут, либо в случае продолжения опасности издают крик «Чу-чш». Громкое пение самцов чаще всего слышно во время атакования, которое в заповеднике начинается со второй половины апреля до конца мая. Вот как описывает тетеревинный ток в русский писатель Арсеньев. Тетеревинный ток имеет особенную, ни с чем не сравнимую прелесть, особенно в местах неразбитых, где и бывает хороший слет косачей, где несколько штук токовиков начальствуют на токовище и вступают между собой в отчаянное побоище. Гортанные звуки льются неумолкаемо. Беспрерывное чувыканье, подпрыгивание, карканье, хлопанье крыльями раздается со всех сторон. А в лесу доносятся коконя тетерок, силе разжигающие самцов дожью, как челныки шмыгают тетеревинные мимо шалаша, и не налюбуешься на их молодцеватость, на яркие кровяного цвета брови, на блестящие, как полированная сталь, оперения. Творческие люди нередко сравнивают тетеревинный ток с театральным представлением, со всеми правилами жанра. Когда усталые актеры сходят со сценой после удивительного представлений и после закрытия занавеса, восхищенные зрители еще долго вспоминают это чудесное зрелище. Время разгара тока изменяется в зависимости от метеорологических условий года. Время спаривания приходится на начало или середину мая, после чего самки перестают посещать така, самцы же перестают таковать долгое время. Внесты устраиваются чаще всего на сухих, сильно захламленных участках. Максимальное число яиц в кладке может достигать 11 штук, в среднем 7. Успешность размножения тетерева зависит от температурных условий июня. Как и у глухаря, кладка яиц тетерева при возврате весенних холодов нередко гибнет целиком, вследствие которых некоторые тетерки остаются без выводок. Знаменитый зоолог Семенов Тиньшанский сообщал, что яйца, оставленные на холоде на срок более 6 часов, практически остывают до температуры коржающего воздуха и считал, что при температуре выше 0 градусов яйца хорошо переносят даже длительные периоды инкубации. Ученые, изучая процессы инкубирования тетеревых яиц, искусственно создавали перерывы в их нагревании. Выяснилось, что на разных стадиях периода насиживания эмбрионы имеют различную выносливость. В течение первых трех дней инкубации достаточно перерыва в нагревании в 2-3 часа, чтобы вызвать гибель эмбриона. На последних стадиях насиживания эмбрионы тетерева могут переносить перерыв в нагревании в течение двух и даже трех суток. Первые встречи выводков могут приходиться на конец июня. Молодые тетерева быстро растут, но только к середине сентября заканчивают вторую линьку и тогда почти не отличаются по внешнему виду от взрослых. В период линьки июля-август тетерева придерживаются главным образом высокотравных мест, например, густых зарослей кипрея. Они обладают хорошим зрением и слухом. В случае опасности быстро взлетают и удаляются на дальнее расстояние. В сентябре-октябре отмечены случаи, что косачи снова посещают ТК и при этом могут бормотать вполне азартно. В период с 2008 по 2020 годов по результатам зимних маршрутных учетов заповедника Вишевский средняя встречаемость тетерев на 10 км пути варьируется от 1,1 до 1,2 особи. При этом максимальные значения были отмечены в 2010 и 2017 годах. На 8 модельных токах ежегодно встречается в овощей сложности около 30-35 атакующих самцов. Тетерев по характеру обеспечения зимними кормами по сравнению с другими тетеревинами и птицами занимает особое положение. Зимой в сильные морозы кормятся один раз в сутки, ненадолго выбираясь из-под снега. В его зимнем питании ведущее место занимает сережки березы. Согласно анализу содержания забув, в зимний период в Печоролыческом заповеднике 45% составляют сережки березы, а 25% – почки и побеги лиственных пород, 20% – озимь хвойных пород, 5% – побеги черники и 5% – ягоды. Приведенная характеристика зимнего кормового режима отнюдь не позволяет сделать вывод о том, что он всегда обеспечен кормами в одинаковой степени. В данном случае в наиболее выгодных условиях находится глухарь, основной корм которого хвоя, который встречается в неограниченных количествах. Питательные свойства хвои достаточно высоки, и глухарь в конце зимы не теряет в весе. Зимняя корма тетерева хоть и не уступает питательности, тетерев, так же как и глухарь, за зиму не худеет, но их состояние находится в прямой зависимости от урожая березовой сережки, и этот год был неурожайным. Поэтому миграции тетерева имеют более отчетливый характер по сравнению с другой боровой птицей. Глухарь – рябчик, белая куропатка и наблюдается чаще. К примеру, в Печоро-Лычском заповеднике в 1941 году наблюдался налет тетеревов из других районов и было отмечено увеличение численности более чем в 14 раз. Зимние отипели, вызывающие объединение ветвей и образование на поверхности снега на настовой корке, оказывают на численность тетерева отрицательное влияние. На обреденелых ветвях птицы труднее держаться. Покрытые ледяной коркой почки и сережки деревьев менее доступны и менее полноценны, как корм, так как на их разогрев тратится дополнительная энергия. Нас мешает тетереву взорваться в снег и использовать его как убежище от холода. Питание тетеревов в бесснежный период почти исключительно на поверхности почвы. Основное значение имеют ягоды, зеленые части растений, в первую очередь побеги черники, насекомые наибольшее значение имеют муравьи. В целом летний рацион богат и может состоять из 105 видов пищи, разнообразные семена, побеги, насекомые, ягоды и почки. В 60-х годах прошлого века в Печоролычском заповеднике проводились работы по кольцеванию тетеревов на таках. По возвратам было установлено 3 самца были отловлены через год в 1 километре, 1 самец вторично пойман через год в 9 километрах, а также 2 самца добыты охотниками через полгода в 7 километрах и через год в 3 километрах соответственно. Эти сведения показывают, что когда тетереване подвержены миграциям, они придерживаются своих таковищ. У тетеревов достаточно много врагов. В питании различных хищников, по данным сотрудников Печоролычского заповедника, тетерев составляют у ястреба-теревятника 34%, сарча 32%, орлана-белохвоста 22%, берфкота 21%, куницы 18%, соболя 15%, горностая 17%. В литературных источниках 60-х годов прошлого века отмечалась высокая численность тетеревов в ряде районов Тюменской области. Здесь нередко встречались тетеревины и така с числом самцов 100-150 штук, а осенние стаи составляли 200 и более птиц. В 40-х годах прошлого века в соседнем Печоролычском заповеднике на Сванговых болотах наблюдались така, где также насчитывалось до 200 птиц. В те годы промысел боровой птицы имел широкое распространение в нашей стране. Эта дичь была объектом оживленной торговли на внутреннем рынке и экспортировалась за границу. Например, в 1931 году было заготовлено 4 755 000 штук боровой птицы, где тетерев имел существенную долю. В послевоенные годы заготовки боровой птицы упали и составляли до 700 000 штук в год. В те времена специалисты отмечали, что в лесной зоне Среднего Урала в большое влияние на снижение численности тетерева оказывала концентрация зерновых посевов на сравнительно больших площадях с применением большого количества техники и небрежного применения ядов и минеральных удобрений, что подтверждалось большим количеством сообщений об отравлении птиц. Сейчас такие стаи тетеревов на Северном Урале уже давно не фиксируются, и в настоящее время, помимо метеорологических факторов, огромное отрицательное воздействие на численность оказывают многочисленные лесные пожары, случаи неумеренной подчас истребительной охоты, в первую очередь с автомашин при наличии мелкокалиберных винтовок, также возможны вспышки зараженности гельминтами. Тетерева оставили след и в культурном наследии некоторых народов. Например, в альпийских народных танцах используется образ такующего тетерева.